Приветствую друзья! О мобильном ЦАПе Sonata BHD у нас уже был очень подробный разговор. Сегодня же компания TempoTech решила возродить свой некогда успешный проект, наделив его балансным выходом с куда более высокой мощностью, отсоединяемым кабелем с современным дизайном и поддержкой ныне популярного MKEA формата. В двух словах звучит аппарат. Потрясающее измерение на обычном трех с половиной миллиметровом выходе дадут фору лучшим из решений от именитых производителей. О нем сегодня подробно и поговорим. Собственно, поехали! Поставляется ЦАП ровно в такой же картонной коробке, что и первая версия. Только внутри нас ждет не плотный кейс из кожзаменителя, а максимально дешевый мешочек. Кроме того, нам положили набор макулатуры, переходник с Type-C на классический USB разъем и короткий плетеный Type-C кабель белого цвета. Из возможностей заявлено целых два чипа конветера Cirrus Logic CS4331, наличие FPGA и нескольких генераторов частоты. По мощности же мы можем рассчитывать на 280 мВт на балансном выходе и на 120 мВт на обычном несимметричном выходе 3,5 мм. А значит модель без особого труда справится как с внутриканальными, так и с достаточно тугими полноразмерными наушниками, включая различные изодинамические решения. По форматам особого прорыва не случилось. Это все те же 32 бита, 384 кГц для PCM и DSD256. Единственное, к ним добавили прямое декодирование MQA стандарта 8X. Хотя дела у этого формата идут совсем не важно. Если напрячь память, то все это до безумия похоже на тоже недавно вышедший ЦАП Айбаса DC04 Pro. Да, они один в один, но очень много у них общего. Корпус у ЦАПа небольшой, металлический, с интересным таким окошком, сквозь который видна плата и через него же мы получаем больше света от индикатора состояния сигнала. С обратной стороны, кстати, есть винтики, благодаря которым можно получить доступ непосредственно к плате. Ну и на боковую поверхность вынесли механический регулятор своей собственной внутренней громкости. Причем для нее сделали целых 60 шагов. Кому-то это нравится, так как можно тонко подстроить значения под личные вкусы, а с другой стороны щелкать приходится порядочно времени, если надо, например, сильно добавить или убавить значения. По торцам же расположились привычные Type-C и два выхода балансный пинтаж токон 4.4 мм и обычный несимметричный джек 3.5 мм. При работе аппарат незначительно нагревается, никакого шума в паузах я здесь не услышал, но и гарнитура привычно уже не поддерживается. Потребляет же девайс крайне гуманно. На 5 вольт всего 0.065 ампера. Это в два раза меньше, чем позволяет себе тот же iBus DC04 Pro в нормальном режиме работы и на 0.020 ампер меньше, чем в экономном режиме. А это естественно не может не радовать. Расстраивает меня лишь факт, что для новенького такого продвинутого устройства нам оставили древний драйвер для Windows. Установить его конечно же можно и он действительно выполняет все возложенные на него функции, включая поддержку старых версий системы и ASIO интерфейса. Однако в силу его возраста без особой необходимости делать я вам это не рекомендую. Последние версии и так прекрасно работают на эксклюзивных режимах в эсэпи. Под андроид же и iOs ЦАПу вообще ничего не нужно. Им можно пользоваться на любых приложениях и сервисах, в том числе и через высококачественный BitPerfect режим. Измерения как и всегда я проводил в разрешении 24 бита 96 кГц с балансного и обычного выходов на АЦП Иванда Космос. Причем, что лично меня буквально поразило, результаты на обычном выходе 3,5 мм по искажениям оказались даже лучше, чем с балансного 4,4 мм. На графиках это минус 125 против минус 115 дБ. Понятно, что и то и другое заслуживает оценку отлично, но вот такой интересный факт. Причем, уровень один как для гармонических, так и для интермодуляционных искажений. АЧХ здесь вообще образцово показательная. Шум на уровне минус 160 дБ и шикарный динамический диапазон. Искажения в процентах составляет 10 сто тысячных и 36 сто тысячных процентов. Дело несколько измерений всегда было вот только так. В общем, чуть ли не идеальное в техническом плане устройство. По звучанию же у данной модели есть одна важная особенность. Когда я только получил ЦАП, то как человек бывалый, выкрутил на источнике максимальную громкость, а на самом ЦАПе начал ее постепенно поднимать. И вот тут я осознал сразу две вещи. 60 шагов это слишком много, хватило бы и половины. И что с таким подходом, звук меня не особо устраивает. После чего нащелкал на устройстве громкость на максимум и начал на самом источнике ее аккуратненько поднимать. И вот тут да, ЦАП раскрылся в полной мере. Да так, что я бы его поставил на одну ступень с моим любимчиком Shanling UA3. Возможно, дело тут в автоматическом переключении гена. Я не знаю, но уровень с данным устройством лучше накручивать сразу и на ЦАПе, и на источнике. Ну и чтобы два раза не вставать, немного уйдем в эзотерику. Я слышал мнение, что стоковый кабель здесь совсем не ахти. Однако, как вы видели, на измерениях это нисколько не сказывается. Я этот момент потом дополнительно еще раз перепроверил с кабелем от Shanling. Сопротивление у них естественно отличается, как и сечение, экранирование и качество проводника. Так вот, со стоковым USB кабелем звук мне показался немного суше и каким-то более плоским, что ли. Замена же на кабель от UA3 добавила глубины, объема и выразительности. Не тотально, все это скорее легчайшие акценты, но я попробовал и поделился своим мнением. Вы же делаете так, как вам подсказывает ваша логика и опыт. Для начала я решил замахнуться максимально высоко и сравнил герой обзора со своей стационарной связкой SAP SMSL DO300 и усилителя HO200. На удивление, BHD Pro хоть и проиграл по всем параметрам, однако показал себя очень достойно. Да, он не настолько брутален и крут, но как вариант в дорогу крайне хорош. А вот аудиоплеер Shanling M0 Pro в режиме USB ЦАПа герой обзора буквально уничтожил. Соната звучит намного собраннее и с куда лучшим разделением инструментов. Я бы ее поставил около плеера Shanling M621 тоже в режиме мобильного ЦАПа. И он однозначно лучше уже упомянутого мной iBasa DC04 Pro и естественно DC03 Pro. Разбирая по частотам, безумно хочется отметить просто превосходную скорость нарастания и глубину басов. Сочные, при этом максимально энергичные и выразительные средние частоты и естественные с приятной массой и протяженностью верха. Из наушников я использовал герой обзора как с бюджетными хитами KZ DeFi и 7GOT EV200, так и с топовыми Yanjin Moonlight. Ну а последнее время активно гоняю с ним новый внутриканальный хит Yanjin Canon 2. Причем везде с ним всего достаточно. Все идеально сбалансировано и насколько это вообще возможно погружает в пучину аудиальных вибраций. Эмоции бьют ключом, но даже это не главное. Звук у BHD Pro получился даже более живой, чем у устройств от Shanling. Чего мне крайне не хватало у EBS, Mondrop, X2 и Cetrans. В плане стилистики к аппарату никаких вопросов нет. Жанр вам также универсален, да и наушники можете подключать к нему любые. Все раскачает и раскроет как надо. Скажу честно, Tempotec меня очередной раз очень приятно удивили, да настолько, что решил какое-то время погонять с героем обзора в качестве своего основного мобильного устройства. Лучше бывает, но как вы знаете за совсем другие деньги. Кстати, на Алиэкспресс у производителя можно взять купон и сэкономить почти четверть его цены. Не буду долго разглагольствовать. ЦАП действительно отличный и однозначно рекомендую его приобрести. Звучание максимально естественное, точное и при этом до магнетичности привлекательное. Оторваться вообще невозможно. Производитель в этом плане, на мой взгляд, превзошел всех, сравнявшись с небезызвестными Aston Cairn и Shanling. Итогом. Мобильный ЦАП Tempotec Sonata BHD Pro имеет крайне привлекательный дизайн с окошком, полностью балансную схему с двумя выходами, очень низкое энергопотребление, шикарнейшие результаты измерений и предельно живой естественный звук, который к тому же может похвастаться высокой динамикой, разделением и уровнем погружения в материал. Слушать его приятно на любых наушников и с любой сложности музыкой. От рэпа и рока до симфонического оркестра и около джазовых электронных экспериментов. Я, друзья, в полнейшем восторге. Это моя новая рекомендация для мобильного ЦАПа с ценником около сотни долларов. Вот прямо классно. Нюансы же его использования я уже подробно описал выше. А на этом, друзья, у меня все. Это был мобильный ЦАП Tempotec Sonata BHD Pro. Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во Вконтакте и Телеграме. Всем друзьям добра.